Всем привет! Давайте разберем, как исправить ошибку в библиотеке xinput1.3.dll. То есть запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует xinput1.3. Дело в том, что не нужно скачивать со сторонних сайтов отдельно файл и закидывать его к себе, так как это не решит проблему, вызывая ошибку в следующих нехватающих файлах. Данный файл относится к DirectX и находится в системной папке 32 по умолчанию и SUSBOV64. То есть смотрите, если мы нажмем свойства файла, то увидим сведения подробностей и увидим, что это файл Microsoft Direct for Windows. То есть в Windows 11.10 он должен идти автоматом по умолчанию через центр обновления Windows. Также он может отсутствовать, быть поврежденным, неустановленным, в зависимости от того, что там колдовал пользователь. Значит, разберем, как скачать оригинальный файл, где его найти и что делать, как исправить ошибку запуска игр. Значит, переходим по ссылкам под видео на сайт Microsoft. В первую очередь скачиваем DirectX Runtime за июль 2010. Нажимаем скачать, устанавливаем и смотрим, устранена ли ошибка. Если ошибка не устранена, скачиваем DirectX Runtime в веб-установщик. Скачиваем, также устанавливаем. Мы здесь можем даже обратить внимание, что здесь присутствует файл XInput 1.3. Значит, скачиваем, устанавливаем. Если это опять не помогло, вы можете установить DirectX для конечного пользователя. То есть тут практически все библиотеки, которые нужны для запуска современных игр. Если первые два мы устанавливали, чтобы запускать более очень старые игры 2005-2010 года, к примеру, то данная библиотека содержит более набор новых библиотек. И также мы видим, здесь присутствует файл XInput. И скачиваем и устанавливаем. Почему так много версий DirectX? Потому что библиотека, может быть, она также имеет свою версию. Если вы нажмете на файл DirectX Input, вы посмотрите версию файла. Она может быть 9.18. То есть создатели игр или упаковщики торрента игр могут привязывать XInput к определенной версии. Если в первых двух случаях это может быть версия, когда мы скачали и установили версия 5, к примеру, то последняя это версия 9. Ну что-то я, к примеру, просто сказал, чтобы вы разобрались с этим вопросом. После этого запускаете игру. И ошибка XInput 1.3 Windows 10 и 11 должна устраниться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok